Вспышки молнии Незапно яркая вспышка света ударяет в грузовик. Здесь путешествие мертвецов и закончится. Со временем гроза закончится. Человек в спешке приближается к обломкам. О грузовике смерти он знает. Взбавив скорость, он ненадолго застыл на месте. Он никогда не мог привыкнуть к облику смерти, невзирая на то, сколько раз он его уже видел. Он осматривает тела. Сначала одно, затем второе, за ним третье. Вдруг в попытке встать одно из тел шевелится, открывая глаза с пустым бессмысленным взглядом, явно отказываясь быть в числе тех, кто отправился на тот свет. Этот, похоже, живой. Счастливчик. Хотя кто знает, что для тебя лучше. Посмотрим, сколько за тебя отвалят. Незнакомец подбирает тело, перебрасывает через плечо и уносит к местному торговцу. Сегодня праздник будет час. Сегодня будут танцы. Башка крошится. Где я? Ты кто такой? Ты в моем бункере. Я Сидорович, торговец местный. Три дня назад волня шарахнула в грузовик смерти, и мы нашли тебя среди его обломков. В живых остался только ты. Остальным повезло меньше. Я ни черта не помню, что еще за грузовик смерти. И почему выжил только я. Короче, меченый. Я тебя спас, и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался, но я в чужие дела не лезу. Если хочешь убить, значит, есть за что. Это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая помогает тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие будут знать, как и где. Шучу. Давай напомню кратко, как пользоваться. Твои задания расположены в первом разделе ПДА. Для большинства заданий есть кнопки переключения на дополнительную информацию. Запомни, каждое новое задание автоматически переключает целеуказание на миникарте на себя. Поехали дальше. Второй раздел ПДА — это карта. Кнопки над картой позволяют тебе увеличивать или уменьшать масштаб. Так. Плюс отцентрировать карту по твоему месторасположению. И еще сможешь добавлять или убирать собственные пометки на карте. Для этого нажми иконку флажка в верхнем правом углу и кликни где угодно на карте. Ну, в общем, разберешься. Там не особо все сложно. Следующий раздел — дневник. Он содержит собственные пометки и историю сообщений. За ним раздел контактов. В контактах — список сталкеров, которые находятся в радиусе 50 метров. Плюс их короткое описание. Ранг, группировка, их вероятное отношение к тебе. Ты можешь связаться с ними и взять задание. Ну, или просто поболтать. Будь осторожен, если рядом враги. На миникарте они отмечаются красным. Друзья отмечены зеленым. Нейтралы — желтым. Ну и ПДА мертвых сталкеров подсвечивается серым. В мародерстве помогает. Что еще? В разделе рейтинг увидишь двадцатку лучших сталкеров, которых я знаю. Я периодически обновляю эту информацию для поддержания соревновательного духа. Может, и ты когда-нибудь вырвешься в лидеры, кто знает. Твои собственные успехи заносятся в раздел статистика. Ну, там все довольно просто. Дальше — энциклопедия. В нее заносится информация по зоне и советы по выживанию, которые ты получишь от сталкеров. Ну вот, в принципе, и все. А, и еще. Есть раздел способностей, который позволяет посмотреть информацию о твоих способностях. А также есть раздел загрузок, который грузит информацию с компьютеров. Ну что, тебе все ясно или мне повторить? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хабар принес? Удачный ОХОД, IskaR Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оружие рублял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...